Масштабные противопожарные учения сегодня прошли в торгово-развлекательном центре Мегапарк Алматы. На этот раз эвакуироваться в режиме реального времени пришлось всем посетителям. Гостей центра заранее не предупреждали. Все действия происходили максимально приближенным к условиям, к настоящему ЧАЭС. Нургали Карабаев расскажет подробнее. Главная особенность торгово-развлекательных центров Мега – это наличие собственных подразделений, где работают подготовленные сотрудники и есть пожарные машины. Каждый уголок Мегапарка просматривается из оперативного центра управления. В торговом центре 30 эвакуационных выходов. В случае пожара огонь не попадет на лестничные пролеты, что позволит посетителям безопасно выбраться наружу. Сегодня в торговом центре все, что может задымиться, загореться, все, что может дестабилизировать нашего ребенка, мы все это убираем. Учения начались в кинотеатре. По сценарию задымление заметили в зале во время сеанса. Сработали сирены. Персонал и голосовые сообщения подсказывали посетителям, куда идти. На место срочно прибыли пожарные расчеты ДЧС Алматы. Имеются ли люди в здании? Люди имеются. В данный момент производится эвакуация. Порядка тысяч человек уже выведено. Эвакуация заняла 7 минут. Наружу успешно вывели больше 2,5 тысяч человек. Эвакуацию простила и ширина лестниц. Каждая из них по 2,5 метра. Спонтанно все было. Здесь мне решили в кино сходить. Сидели, как бы спокойно не ожидали. Быстро вышли? Быстро вышли. Сколько вас заняло? А мы очень быстро. Мы прям 5 минут к эвакуационному пути. Сегодня спасатели высоко оценили готовность Меги к ЧАЭС. В Алматы за три месяца планируют проверить 161 объект. Если в период строительства системы противопожарной защиты были установлены и приняты в эксплуатацию, то очень часто руководители забывают их обслуживать. Проходит время, они приходят в негодность. Их надо периодически тестировать. Сеть ТРЦ Мега планирует подписать меморандум с ДЧС Алматы и Астаны о внеплавных проверках. Последовать примеру бизнесмена Смагула призывает и других предпринимателей. Нургали Карабаев, Сергей Шуйский, Информбюро, Алматы.